Привет, девчонки, это Маша! Сегодня у нас в программе градиент для тех, кто не умеет его делать и рисование для тех, кто не умеет держать в руках кисть. Казалось бы, что тут можно упростить, тем более в градиенте, но есть одна техника. Она, скажем так, не очень популярна, потому что для нее нужно подобрать подходящие гирлаки, хотя, коль уж на то пошло, то для любого градиента гирлаки нужно подбирать. Нельзя просто так взять два любых попавшихся цвета и идеально их стушевать. Давайте начнем! Сегодня играем в города. Клиентка попросила нарисовать ей Лондон и Париж. Вроде бы получилось, что скажете? Знаете, как в анекдоте? Ой, какую-то лошадку красивую нарисовала. Мама, это не лошадка, это собачка. Ну, в общем, это скорее даже не анекдот, а правда жизни, но вроде бы не в этот раз. Техника позволяет всякие вольности в рисунке, не обязательно вводить такой набросок идеально, ну и вообще, наверное, поэтому мне и нравится рисование маркером на ногтях. Как по мне, эта техника все-таки больше для вот таких непринужденных рисовашек, а не для идеальных линий. Хотя, ну, знаете, как говорят, мастерству нет предела, всему можно научиться. Согласны? Эх, прощай, мрамор. Как же он мне нравился. Никогда не ловили себя на мысли о том, что жаль, что ногти растут или вот что-то в этом духе. Как бы там ни было, пора прощаться с этим мрамором, и я хочу заметить, что ногтки прекрасно относились, что не может не радовать. Клиентка захотела оставить форму, но сделать чуть-чуть длиннее, чем в прошлый раз. Как правило, я делаю один ноготок, показываю клиенту, и если его все устраивает, пилю также остальные ногти. Это такой, кстати, психологический момент тут присутствует, я его называю лисицей сыр. У всех в голове живет ковыряшка. Это нормально. Одобрив один ноготь, клиент потом не рассматривает все и не просит подправить что-нибудь на его усмотрение, ну или хотя бы меньше просит. Как бы там ни было, мастеру чаще всего виднее, но клиенты ориентируются чаще всего на свободный край. Они ведь не знают, что это неверно, и в принципе знать этого не должны, потому что они клиенты. Ну а вот так можно обмануть желание все контролировать, и с таким маленьким лайфхаком проще и мастеру, и клиенту. Берите на заметку, если не знали, и пробуйте на своих клиентках-помощницах. Ну а мы идем дальше и делаем маникюр. Обожаю этот этап. Был бы микроскоп, пилила бы под микроскопом. Кстати, я знаю, что есть такие специальные увеличительные стекла для косметологов, мастеров маникюра, но слышала отзывы, что с ними не очень удобно работать. Или это, возможно, дело привычки просто. Может быть, кто-то из вас пробовал? Напишите, пожалуйста, отзывы, мне очень интересно. Кстати, после большого шара в этот раз я кожу не шлифовала, в этом его прелесть. Кожа к заусенцам не склонна, срезалась гладенько. Ну и в конце концов, можно на эту же фрезу поставить чуть-чуть повыше скорость, ведь сам срез у нас приблизительно на 10 тысячах. Ну и ей уже зашлифовать кожу. Дегидратор. Праймер только на свободный краешек, так лучше и безопаснее всего в плане воздействия кислот на ногтевое ложе. Ну и грунтуем тонким слоем базы. Кстати, грунтовочный слой под укрепление тоже не просто так. В общем, на это есть несколько причин. Но вот одна из них именно в том, чтобы кислотная среда базы не воздействовала на открытый ноготь все то время, пока мы выравниваем. Грунтовочный слой это 20-30 секунд времени вместо минуты или даже двух минут на выравнивание. В зависимости от исходного вида ногтя, точнее от его длины, ну и насколько он ровный был изначально. Ну так вот, и уже вторым слоем после сушки спокойненько себе выравниваю. Теперь в инстаграм почему-то многие подумали, что это термогерлак. Нет, это просто градиент обычным гирлаком, точнее, как обычным. Интересно, мельчайший голографический шиммер. Трудно, очень трудно заснять этот голографик. Он то просто выглядит как мелкое зерно, то есть в принципе не сильно блестит, то горит как бешеный и пускает такие вот, знаете, колечки на ногти, блики такие голографические. Эти гирлаки я везла своими руками из России, еле впихнула его без того набитый под завязку чемодан, но оно того стоило. Где добыть в Украине этот бренд я не знаю, но с Иванейлс я знакома, я их уже заказывала когда-то и не могла, конечно же, упустить возможности привезти с московского Интершарма парочку новых таких интересных флакончиков. Мне нравится этот бренд, материал, палитра, ну все в нем хорошо. Также я еще привезла парочку камуфляжей и кошки, но это уже совсем другая история, посмотрим на них в другом видео. А для этого эффекта у меня есть 100 идей, но больше всего он понравился именно в градиенте. Например, вот такие растяжки на кончиках. Нарядно, но скромнее, чем аналогичный эффект с стиркой, например, да и блестки вокруг не летают. Получается более гладкий, красивый, аккуратный результат. Я наношу цвет на самый кончик и просто растягиваю краешком сухой кисти гребешок. Все, один момент. Париж мы решили сделать розовым, а Лондон фиолетовым. Что касается градиента на остальных ноготках, липкость, конечно же, лучше снять, чтобы оттенки ложились равномернее. Но тушуется одинаково хорошо, как на липкость, так и на ее отсутствие. Все то же самое, также по-сухому быстрее, наверное, пожалуй, чем тушевать сразу два цвета. Вот обычным способом сделать градиент. Я наношу один оттенок, тушую, сушу. Непосредственно перед сушкой кистью можно подотягивать под кутикулу, там, боковым валиком, где вам не хватает цвета. Ну и внахлёст после сушки то же самое проделываю вторым цветом. И так по два раза. Можно было бы, конечно же, и по одному. Но в два слоя получается насыщение. Гирлак не течет, маникюр чистый, так что можно делать сразу на все четыре пальца сразу. Натушевали один цвет и все сушим. В целом на ногти получается два тонких слоя. Что касается городов. Я уже когда-то давно показывала эту технику. Это обычный маркер из канцелярского. Но и у ногтевых брендов можно найти такие же маркеры. В принципе, разницы никакой нет. Если канцелярский магазин вам ближе, то вы можете просто купить свой маркер там, где вам по пути, скажем так. Можете зайти в любой канцелярский, попробовать любой маркер или капиллярную ручку прямо на своем ногте. Если он рисует и подсыхает, можно брать. Просто снимаем липкость с ногтем. Можно даже не бафить. Ну и приблизительно как получается рисуем. Главное, чтобы хоть как-то узнаваема была такая техника. На всякий случай предложила нарисовать Шерлока Холмса, Квазимода, но решили, что это будет лишним. Мы просто представили, что где-то там теоретически они могли бы обитать. Ждем минутку, когда линии перестанут блестеть, то есть высохнут и перекрываем топом. Берем топ без липкости, меньше вероятность того, что линии поплывут. Ну а вообще просто на типсе заранее попробуйте топ, который у вас есть, там неважно с липкостью он или без липкости, чтобы убедиться в том, что с вашим топом так можно и ваш рисунок не смажется. Перекрываем ноготок в минимальное количество движений. Желательно не елозить лишний раз кистью по рисунку. Ну и конечно же удобнее всего так делать с негустыми топами. Все, вам нравится? Я осталась так довольна этими ногтями, прям рисовала бы и рисовала такое. Обожаю, когда дизайн прикольный и легко делается. По-моему это очень круто, когда обычными, самыми простыми маркерами можно творить на ногтях такую красоту. Если что, в интернете есть куча картинок, с которых можно срисовать. Я нашла вот такие города, ну и сделала свою стилизацию. Делайте скриншот кому нужно и рисуйте вместе со мной. Я буду ждать вашей рисовашки в инстаграм по хэштегу Маша Крит. Я регулярно просматриваю этот хэштег, лайкаю ваши работы, ну и выбираю те, которые я буду показывать тут в конце видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было для вас интересным, полезным, если вы что-то почерпнули для себя. Если все же вопросики остались, то пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видяшки. Ну и конечно же присоединяйтесь ко мне в инстаграм. А с вами была я, Маша. До скорого!